Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Оно 66. Мы насчитываем новый завет с толкованием блаженного Феофилакта и комментариями. Послание к Ефесянам, 2 глава, 9 стих. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Толкование блаженного Феофилакта. Это не значит, чтобы Бог отверг нас, имеющих дела, но что и тех, которые погибли бы с делами, спас благодатью. Так что после этого никто не имеет права хвалиться. Ибо слово «чтобы» выражает не причину, а последствия дела. Ефесянам, 2, 10. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Толкование. Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал беспечным по отношению к делам. Он говорит, что теперь после веры нужны дела. Ибо ты создан во Христе Иисусе и стал новой тварью, после того, как умер в тебе в крещении ветхий человек. И как вначале ты призван был от небытия к бытию, так теперь призван благо бытию. Ты создан не для того, чтобы быть бездеятельным, бездеятельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах, то есть весь путь жизни совершать в них. Не два или три года, а весь путь твоей жизни. Ибо на это указывает Он словом исполнять. Ибо Бог предназначил к всему, поэтому нельзя уклоняться от этого определенного Богом дела. На добрые дела, не на одно дело, а на все. Ибо если будет недостаток в одном, нарушается добродетель. А Григорий Богослов, выражение, созданное на добрые дела, понимал не в смысле создания в крещении, но относил к первому творению. Ефесянам 2.11.12 Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Полкование. Сказав, что он спас их мертвых, теперь намеревается показать, кому сделал их равными и сонаследниками, и именно израильтянам. Велико ведь было их достоинство. И говорит, и так помните, и так посему. Почему же? Потому что вы созданы на добрые дела. Ибо одного этого достаточно, чтобы побудить нас заботиться о добродетели. Помните же, сказал потому, что те, которые поднимаются из совершенного ничтожества на высоту, обыкновенно забывают прежнее. Что же помните? Что в прежнее время вы были удалены от Христа, а теперь стали близ Него, как и Израиль. Такова именно цель этих слов. Но заметь, как искусно он не спровергает обрезание, показывая, что оно отличается от необрезания только словом, а не на делах. «Вы язычники по плоти, а не по духу, и которых называли, а несущие на самом деле. Подобно тому, как если бы он сказал, что по плоти вы меньше, а не по духу. И опять словами плотским обрезанием указывает на преимущества, состоящие только в словах и плоти. Таким образом, необрезание не было чем-нибудь тяжким и гнусным. Хотя и говорили так те, которые хвалились обрезанием. Быть же вне Христа – это действительно ужасно и несносно. Почему же намереваясь показать, что неучастники славы израильтян уничтожают достоинство последних? Но смотри, в чем уничтожают. Не в необходимом. Ибо не необходимо обрезание, а безразлично. В необходимом же даже очень возвышает, называя израильтян святыми и пресными Богу. Не сказал отлучены, но отчуждены, потому что и чуждые, потому что и израильтяне были вне законной и по Богу жизни, но не как чуждые, а как нерадивые. Чужды заветово обетование. Вот в чем состояло великое разделение. Ибо не сказал, не держащиеся завета, но совершенно чуждые ему. А израильтяне, хоть и лишились обетований, но не как чуждые им. Какие же заветы и обетования? Потомству моему, твоему, даю я землю сию. Бытие 15.18. И многое другое обетовал, понимаемое совершенно духовно. Надежды, без сомнения, относительно будущего. Воскресение и воздаяние. И были безбожники в мире. Хотя и поклонялись богам, но это не были боги. Прибавил же в мире, чтобы показать, что они были ниже Израиля, не только в небесном, но и в том, что есть на земле славного. Ибо израильтяне в отношении богопочтения были и славны, и знамениты. Ефесянам 2.13. А теперь во Христе Иисусе вы, вывыше некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Толкование. Мы были вдали от Бога, не по месту, а по сердечному расположению и жизни. Но теперь стали близко не жизнью, ибо ничего мы не привнесли от дел, а во Христе Иисусе кровью Его. Ибо, пролив кровь свою и отдав себя за нас, Он освободил нас из плена, который удалял нас от Него и приблизил к себе. Но можешь и так понимать, мы были вдали от израильтян, а теперь стали близ них. Ефесянам 2.14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший, стоявший посреди преграду. Толкование. Ибо прежде в очеловечении Слово была великая вражда между обрезанием и необрезанием. А теперь мы примирились, став единой верой. Ибо теперь мы называемся уже необрезанием и необрезанием. Но одно имеем знамение в веру. Представь себе, два человека, один раб, другой усыновленный, тот и другой нанесли оскорбление одному и тому же лицу. Один сделал поступок, достойный лишения сыновства, другой убежав, потом оба они сделаны наследниками и приближенными. И вот они удостоились одинаковой чести, и два стали едины. Точно так же язычники и израильтяне оказались преступниками. Те как рабы, а израильтяне как сыны. Итак, что же, неужели важное дело иметь общение с израильтянами? Ты возвел нас на небеса, и вот теперь указываешь на это, как на нечто важное? Да, говорит, то должно воспринимать верой, а это самыми делами. Впрочем, не то говорит, что привел нас к достоинству израильтян, а то, что и нас, и их возвел в лучшее состояние. Однако благодеяние к нам выше, потому что тем обещал, а нам не обещал. И мы были вдали, как указывает вышеприведенный пример. Объясняет, в чем состояла преграда. И говорит, во вражде к Богу и язычников, и иудеев во вражде, которая происходила от наших преступлений. Как и пророк говорит, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом. Исайя 59.2 Итак, эту преграду, вражду, он разрушил своей плотью. Каким образом? Положив во плоти конец вражде, ибо так, как он соединил плоть с божеством, ясно, что совершил примирение, ибо два естества соединились и сочетались между собой. А с другой стороны, он разрушил вражду и тем, что явился безгрешным и исполнил весь закон. Ибо закон был оградой, то есть дан для безопасности, чтобы ограждать, а при нарушении он создает преграду, грех, через который мы не в безопасности остаемся, а удаляемся от Бога. Ефесянам 2.15 Упраздни вражду плотью своею, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир толкования. Дабы кто не сказал, что же, если мы, освободившись от прежнего нарушения закона, опять вынуждены соблюдать его, он говорит, что и его прознил, и подав нам закон для утверждения нас. Вместо того, чтобы наказать нас, когда мы его не соблюли, он совсем отменил закон, подобно тому, как если бы кто, поручив ребенка воспитателю, когда он не повиновался, взял его от воспитателя. Законом же заповедей называют его, потому что он был устроителем жизненного порядка, а веру называют учением, потому что она устанавливается через учения или догматы. Поэтому апостол как бы так сказал, вместо жизни он вел веру, ибо мы получили мы оправдание не вследствие заповедей, определявших делать то или другое, но если уверуешь сердцем и исповедуешь устами, спасешься римлянам 10.9 или же называют учением запретительные заповеди Господни, именно, а я говорю вам, не клянись вовсе Матфея 5.34 или не гневаться Исаи 54.9 и тому подобное. Не сделал Элина иудеем, но обоих возвел в лучшее состояние и не сказал переменить, но создать дабы сильнее выразить свою мысль. И то, что затем от естественных дел нам отступать не должно, не должно. Себе же сказано или вместо через себя самого, потому что ни другой кто-нибудь сделал это, но сам, как бы расплавив иудея и язычника, создал одного нового и дивного человека. или это значит, что он сам первый представил образец и пример, сам явился наперед тем, что соделал тех элинов иудеев и что стал посредине между обоими, держа с одной стороны элина, с другой иудея, смешав их и удалив все враждебное, всех естественно воссоздал посредством огня и воды. Итак, в человеческой природе, которую он принял, в природе общей и язычнику и иудею и принятой ради обоих, в ней это освобожденный от всякого тления и ветхости он создал двух, в единого нового человека, свободного от греховной дряхлости и неправды, и тот и другой характеризуется уже не своими собственными качествами, но обоих характеризуют свойства единого человека, созданного по образу Христа, но еще лучше поймешь эти слова, если мысленно представишь Господа краеугольным камнем, а сих двоих построенным на нем стенами и в отношении друг к другу иудеи тогда сближаются с язычником, когда становятся верным, 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 да, но особенно к Богу, что и важнее, как показывает ниже, Ефесяну 2.16 И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, толкование, не сказал умерить, но примирить, то есть снова примирить, показывая, что и в древности посредством закона человеческое естество было примиряемо с Богом, но затем, так как через преступление закона вражда еще более усилилась, то оно опять возымело нужду в примирении с Богом, которое, как окончательное, справедливо и называется примирением, в едином теле, то есть в своем, ибо должное нам наказание сам подел через крест, что и выше сказал плотью, и опять двоих создаст в себе, а по мнению некоторых в едином теле значит то, что обоих ставших как бы единым телом, которым он есть глава, примирил с Богом, не сказал на разрушив, но сильнее убив, чтобы она уже не восставала, каким же образом после этого опять возникает вражда, она никогда не восстает, но рождает другую, потому что опять грешишь, в нем же, или в кресте, или в теле своем, ибо вражду он убил и на кресте, и в своем теле, в котором и поднял крест. Ефесянам 2, 17 И придя, благовествовал мир вам дальним и близким полкованием, ни другого послал, но сам пришел, явившись положении слуги раба, и благовествовал мир к Богу без сомнения дальним язычникам и ближним иудеям, так как эти ближним иудеям, ближним иудеям, так как эти более близкими казались Богу. И Христос ведь говорил, мир оставляю вам, Иоанна 14, 27, мужайтесь, я победил мир, Иоанна 16, 33, и еще, отец мой возлюбит вас, Иоанна 14, 23, и все, чего будете просить, будет вам, Марка 11, 24, а что все признаки мира, Ефесянам 2, 18, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе, толкование, свою смертью уничтожил гнев, и потом сделал нас любезными Отцу через Духа, облагодетельствовав нас одинаковой благодатью, потому что не даровал им более, как близким, а нам меньше, как дальним, но в едином духе обоим даровал единую благодать и таким образом привел к Отцу, или употреблено вместо чрез, и тогда смысл был бы такой, через него и духа приведены мы к Отцу. Ефесянам 2, 19, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, то шольцы какие-то, но сограждане святым и свои богу толкование, так как сын пребывает вовек, то те, которые не улучат, улучат высшего града, суть странники и пришельцы. Откуда эта техника сбила? Но мы не таковы теперь, а сограждане святых, не просто иудеев, а святых их, патриархов и пророков, и приписаны к тому же самому граду, граду, находящемуся на небе вечному, которого и те усиленно искали, чего те два достигли посредством великих трудов, то мы получили через благодать, став своими домашними Богу. Вот упование нашего призвания, ибо в той именно надежде мы призваны, чтобы получить сие. Ефесянам 2.20 Бы вытверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем толкования. Желая показать тесное единение язычников с пророками и апостолами, говорит, «Бы вытверждены, как бы говоря, основания служат пророки и апостолы, а вы дополнили остальную постройку, так что все составили один Божий храм. Это и значит быть надстроенными поверх патриархов и пророков, что в другом месте он называет привитием в Римлянам 11.19. Апостолов поставил в начало, хотя они по времени были последние. Все держит на себе Христос, ибо краеугольный камень поддерживает и стены и основания. И заметь, иногда он называет его свыше содержащим все, в каковом случае нарисает его главой, иногда же снизу носящим на себе все здания, подобно краеугольному камню, а иногда называет его самим основанием, Ефесянам 2.21.22 На котором все здания слагаясь стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа. Толкование На краеугольном говорит камне, то есть христе все здания именно все верующие соединенные органически и безраздельно растут и восполняются чтобы стать храмами Божиими и поставлю жилище мое среди вас говорит и буду ходить среди вас Левитам 26.11.12 Ибо и вообще церковь то есть собрание всех верующих есть храм Божий и в частности каждый человек в Господе же сказано вместо благодатью Господа а не нашими трудами а словом слагаясь показывает что не иначе можем сложиться в храм Божий как ведя такую жизнь которая соответствует краеугольному камню ибо все верующие созидаются в нем и вы также ефесяне чтобы быть жилищем Божиим в Духе то есть через содействие Духа или же Духом сказал в противоположность чувственному строению как бы говоря жилище Божие духовное такое созидание и совершается до второго пришествия через верующих Ефесянам 3.1 для если он был распят то я по крайней мере нахожусь в узах за вас словами же за вас язычников показал на следующее не только мы вас не гнушаемся но даже и узы принимаем ради вас и за честь себе поставляем именоваться узниками христовыми Ефесянам 3.2 как вы слышали о домостроительстве благодати Божией данным не для вас толкование намекает на слова Божии Канании он есть мой избранный сосуд чтобы возвещать имя мое пред народами деяние 9.15 толкование дальше и откровение тайны потому что не от человека узнал ее называют домостроительством благодати ибо говорит что благодать Божия распорядилась таким образом чтобы я был призван свыше и подвергся в слепоте за неповиновение чтобы таким именно образом прийти к повиновению но для вас говорит была дана мне эта благодать ибо сам мне сказал что я пошлю тебе далеко к язычникам Деяние 22.21 посему выезд дело благодати и я от себя ничего не принес Ефесянам 3.3 потому что мне через откровение возвещена тайна о чем я и выше писал кратко толкование вот дело благодати откровение тайны и поистине тайна из крайнего ничтожества возвести язычников почетное положение выше чем иудеев указывает на вышесказанное им что язычники бывшие вдали призваны что они надстроены поверх патриархов и тому подобное Ефесянам 3.4 то вы читая можете усмотреть мое разумение тайны Христовой толкование я написал говорит нисколько должно а по силе вашей и вместимости и из этого вы можете воспринять и понять мое разумение тайны Христовой то есть так как я разумел тайну Христову или как я понял что он сидит одесной отца и нас посадил с собой что в себе создал обоих во единого нового человека и прочее относящиеся к тайне помните же достоинство моего разумения из того что столько мне Бог открыл а что это знак великой чести слушай не сделал он того никакому другому народу Солом 147.9 именно что Израилю возвестил уставы свои и суды свои 147.8 Ефесяна 3.5 которые не было возвещено прежним поколением сынов человеческих как ныне открыто святым апостолом его и пророком духом святым толкование что же неужели не знали пророки а как же Христос говорит Моисей пророки обо мне приписали и исследуйте писание и они свидетельствуют о мне Иоанна 5.39 но Павел во-первых говорит то что не было открыто всем людям так как прибавил которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих во-вторых то что таким образом не было открыто и пророком как теперь самым делом явлено апостолом и новозаветным пророком духом святым ибо если бы дух не научил Петра последний не принял бы в церковь язычника Корнилия с его домашними Деяния 10 и замешать не относительно обрезаний а относительно язычников дает дух откровения потому что великим было делом принятия в церковь презираемых язычников и настолько древние не знали этой тайны что даже великий Петр нуждался в наставлении духа относительно этого Ефесянам 3 6 чтобы и язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования толкования тайна состоит в том что язычники стали сонаследниками и соучастниками обетования Израилева ибо израильтяне участвовали в обетовании как народ святой и язычники доселе нечистые стали участниками с ними того же обетования но каким образом во Христе то есть через веру во Христа которая дошла до них через благовестие и неудовольствовался названием сонаследниками и сопричастниками но чтобы показать большую близость и единение назвал составляющими одно тело ибо язычники со святыми израильтянами составили одно тело управляемое единой главой Христом Ефесянам 37 которого служителем сделался я по дару благодати Божией данным недействием силы его толкования я стал служителем всего благове благовествования и нахожусь в узах ради него но это не мое дело а дар божественной благодати которая дана мне не просто и нескудно но обильно и щедро как свойственно давать всесильному Богу или же так как он даровал мне это служение то снабдил меня и силой ибо бесполезно достоинство если не соединена с ним сила три вещи нам нужно вносить в служение душу готовую на опасности мудрость и разум и жизнь беспорочную а божие дело давать силу через которую все это стало бы действительным Ефесянам 3.8 Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова намереваясь говорить о величии божественной благодати смотри с каким смирением говорит он о себе ибо после столь славных деяний он называет себя самым меньшим не между апостолами а между всеми святыми то есть верующими и это как выражение смирения выше слов я не достоин называться апостолом 1 Коринфянам 15.9 какая благодать говорит мне дана благовествовать язычникам ибо другие были посланы к обрезанным а он к язычникам потому он и имеет нужду в благодати что наименьшему верено было наибольшее но получив повеление обратить к евангелию худших через это становится великим хотя и оказался малым итак это дело принадлежит благодати если же богатство Христово остается неисследованным даже и после его явления то не тем ли более неисследима сущность его как же после этого Евноми хвалился постигнуть ее Ефесянам 3.9 и открыть всем в чем состоит домостроительство тайны сокрывавшиеся от вечности в Боге создавшим все Иисусом Христом толкование что призваны будут язычники этого может быть знали духом и пророки и ангелы но чтобы они были призваны к таким благам чтобы даже воссесть на престоле Божием кто мог всего ожидать посему он и называет это тайной сокровенной в Боге от веков то есть издавна от начала ибо неизречено это смотрение и одному ему ведомо прекрасно напомнил о творении сотворил говорит все Бог через Христа ибо без него говорит ничто не начало быть Иоанна 1.3 и это через него открывает Ефесянам 3.10 дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия полкование ни горни начала ни власти ни доли не знали тайны прославления язычников ибо и ангелы и архангелы знали только то что Израиль был делом Господа и народом его и говорил так же знал только то что Он Мессия спасет народ от его грехов а что язычники достигнут такой чести это узнали теперь и горние и дольние силы через церковь то есть через благодеяние оказанное нам ибо благодеяние к нам были для них учителями мудрости Божией и называют премудрость не просто различной а многоразличной указывая на ее особенное превосходство и непостижимость и Григорий Нинский говорит что прежде в очеловечении небесные силы просто знали божественную мудрость именно так как Он сотворил все единое своей волею то они признавали Его могущественным и так как все сохранял своим мудрым промыслом то считали мудрым промыслителем и в этом нет ничего разнообразного то есть чтобы иной было иное Он сотворил но по воплощении Бога Слова из противоположного возникает противоположное из смерти жизнь из немощи сила из бесчестия слава и из всего казалось бы низкого благоприличное таким-то образом стало ведомо многоразличная премудрость и сила Божия небесным силам ибо когда мы узнали тогда и они через нас видя каких благ удостойна Церковь и через нее приходя к познанию все аккуратненько там все закончим из-за из-за